Уникальное фондовое собрание, памятник археологии Горгипия, известно далеко за пределами региона. Благодаря активной творческой работе коллектива, музей стал подлинным центром культуры, науки, патриотического воспитания молодежи. Почетные гости мероприятия поздравили со знаменательной датой один из ведущих археологических музеев России. Представители Министерства культуры края, администрацию города-курорта, депутаты, краеведы сказали много теплых слов в адрес руководства музея и подарили подарки. Сотни тысяч отдыхающих, которые приезжают сюда, посещают музей Горгипия. Олимпийские чемпионы, непременно приезжая сюда, пытаются прикоснуться к олимпийской госте и считают, если был в городе Анапе и не побывал в музее Горгипия, значит ничего не увидел. Я от души вас поздравляю с этим замечательным событием. 105 лет – это небольшая дата. Впереди еще очень и очень много работы для того, чтобы наша молодежь хорошо знала историю нашей страны. Новые экспозиции, выставки, просветительные музейные проекты становятся событиями в культурной и общественной жизни края. Музей ежегодно исследует и вводит научный оборот, коллекции археологических предметов, краеведческих материалов, мемориальные реликвии деятелей истории, литературы, искусства, внесших значительный вклад в развитие России и Кубани. Исполняющая обязанности заведующего Анапским археологическим музеем Ирина Мельникова выступила с докладом о 105-летии музея, рассказала о работе, проводима сотрудниками. Сейчас очень активно используется экспозиция Анапа «Город воинской славы». В этом году, 4 сентября, мы начали вместе с советом депутатов, с администрацией города-курота военно-исторические чтения. Буквально все школьники города побывали в зале воинской славы перед днем освобождения Анапы. Мы провели большую конференцию преподавателей, студентов, учащихся, посвященную Леонопольскому мирному договору. Мы проводили акцию. Творчески, используя огромный культурный потенциал от античности до современности, в музее реализуют новые программы. Принимают участие в международных, российских и краевых фестивалях, конкурсах, акциях. Заместитель директора музея по научной работе Андрей Новичихин рассказал об основателе музея и историке Анапы Николая Веселовском. А сотрудник музея Валерий Сотник о значении для города-курорта Андреанопольского мирного договора 1829 года. В ходе круглого стола анапские музейные работники поделились опытом, поведали о самых интересных открытиях и находках, сделанных за годы существования музея.